Друзья, здравствуйте! Спасибо, что вы с нами. Алексей Гомон меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Итак, самая большая потеря российской авиации. На войне над Азовским морем силы обороны повредили сразу два самолета. Вражеский пункт управления Ил-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Их суммарная стоимость, как пишет Forbes, может достигать полумиллиарда долларов. Об этом мы не только. Сегодня поговорим с полковником Вооруженных сил Украины, военным летчиком Романом Светаном. Роман Григорьевич, здравствуйте! Спасибо, что вы с нами. Приветствую! Желаю всем здоровья! Давайте сразу тогда не тянуть резину, так скажем, да, вот об этом достижении. Насколько серьезная потеря для России вот эти два самолета? И самый главный вопрос, который вот меня лично интересует, чем, собственно говоря, вообще силы обороны могли их сбить? Ну, у них где-то по эскадрильи и того, и того модификации бортов есть, и А-50, и где-то в районе 10 самолетов. Работающих, может быть, реально чуть меньше, потому потери однозначно, это где-то процентов 15, а может и 20 боевой нагрузки они потеряли, которую могут использовать на нашем театре военных действий. То есть серьезная потеря, тем более быстро, она не восстанавливается. Особенно А-50, он напичкан, был напичкан, по крайней мере, такой продвинутой элементной базой, электроникой. И потеря, особенно под санкциями, потеря такого борта, она серьезно ударила по российским возможностям. Роман Георгиевич, если простыми словами, чем этот борт занимался? У него задача, это летающий радар, по большому счету, у него задача просмотреть на глубину где-то в 600-700 километров воздушное и наземное пространство, увидеть системы противовоздушной обороны, наши пусковые установки, он мог видеть радиолокационные станции, там, где они работали, РЛС. И эта информация важна для маршрутизации ракет, шахедов, ну и так далее, тому подобное. Плюс он еще что видел, он видел систему радиоэлектронной борьбы, РЭП, мог определить, там, обманки работают или нет по определенным механизмам. Видел ракеты, которые идут и наши, в том числе, отходные, запускаются не только ПВОшные, а наши земля-земля. То есть, это целый спектр информации, которые он снимал и принимали решение, даже практически летающий командный пункт, принимали решение, а рядом шел Ил-22, они в паре практически всегда работают. Там еще и третий был борт, должен был быть обязательно какая-нибудь сушка, которая прикрывала с воздуха эти два борта, она, скорее всего, ушла. Потому, потеря серьезная, это два командных пункта, причем один воздушный, а 50-й, а второй это наземный, а Ил-22 это больше для выполнения задач по земле, для координации действий между авиационными соединениями и наземными. Ну и как командный пункт, вынесенный командный пункт, довольно-таки хорошо закрытый, с воздуха руководство наступательными или оборонительными действиями наземных средств. Причем и там, и там были серьезные подготовленные экипажи, около полутора десятков офицеров, причем высшего ранга, с хорошей профессиональной подготовкой, туда с улицы не наберешь. И в потере и одного, и второго борта, и одного, и второго экипажа она серьезно ударила по россиянам. Нам сейчас можно воспользоваться этим моментом, пока они даже если сегодня уже там туда будут переброшены другие борта, а пока они войдут в обстановку, пока законтачат на определенных моментах с управляемыми подразделениями, это где-то около полутора-двух недель пройдет, потому у нас такой есть интересный лаг для выполнения боевых задач, так как эти самолеты прикрывали в направлении Крымское, то есть в направлении на Крым, Азовское побережье, то есть они решали вопросы по Крыму, Херсону и Запорожье. Чем могли сбить, Роман Григорьевич, потому что я вижу, уже в сети спорят. У нас много, чем мы могли их сбить, причем раз сняли два борта, значит была масштабная атака, то есть это не так все просто, была серьезно подготовленная атака. Ну технически Патриот мог их достать, Патриот мог и с МТ достать, там есть некоторые ракеты с дальностью до 300 километров, опять же это пусковой комплекс МТ, допустим, из ЗРК, но ракеты разные. Могли с МТ достать, мог достать наш комплекс старый советский С-200, тоже возможность, дальность 250 километров, высота перехвата и последних модификаций ракет где-то до 40 километров. Это плюсом, если добавляет дальности на средних высотах еще километров 50, то есть до 300 километров ракета могла дойти С-200 без больших проблем, потому как минимум три ракеты наземного базирования могли достать эти борта, и плюс F-16 также могли отработать ракетами АМ-120Д, F-16 могут у нас базироваться, могли прийти с Румынии или из Польши. Это возможно, россияне неоднократно говорят о том, что работают ракетами, которые управляются с самолетом. Ну есть, допустим, ракета, которую можно просто поднять и сбросить, она пошла, выполнила задачу. Есть некоторые ракеты, которые управляются с самолетом. Почему россияне последний месяц как минимум подозревают, что где-то пара F-16 у нас уже работает. Потому F-16 не исключаю, ну или F-16, или какой-то из такого же рода самолетов, то есть натовских самолетов. Четыре вида ракет, которыми могли достать эти два борта. Причем уничтожение А-50 в принципе понятно, довольно-таки хорошая цель. Таил-22 это тоже, это две такие мощные, жирные цели, я бы так сказал. Транспортники, это вот почему Сушка ушла. Сушка может уйти из-под удара. Истребитель по большому счету может уйти. А вот уже эти летающие сараи, я истребитель могу об этом так говорить, это очень хорошие цели, которые практически не двигаются на экране локаторов. Ну тогда еще один вопрос. А почему они подлетели на дистанцию достижения наших ракет? То есть они так регулярно подлетают или это был исключительный случай? О чем он может говорить? Нет, они подлетели, не шли по своим маршрутам, они постоянно ходят. Мы их иногда обстреливаем, просто у них были возможности сбивать наши ракеты. Они же часть ракет сбивают. Для чего Сушка висит постоянно? Это же перехватчик, который работает не только по самолетам, а еще и по противоракетам. То есть он прикрывает эти два борта от наших ракет, и мы их пробовали достать. Причем, опять же, ПВО российское также прикрывает эти борта, которые ходят. Они выходили на выполнение боевого задания в рутинном режиме, который выполняется чуть ли не каждый день. Потому что здесь мы просто их достали. Механизмы, я уже по ракетам сказал, скорее всего используется еще механизм определенных моментов, связанных с радиоэлектронной борьбой. Постановка помех, то есть почему от россияне сразу начали говорить о том, что это они сами сбили эти самолеты. Скорее всего, работала либо РЭП, серьезная наземная, либо воздушная РЭП, либо ракета РЭП. У нас есть несколько ракет, которые выполняют задачу. Вот ракета EDM-160. Это ракета-постановщица помех, которая идет, допустим, в паре с ракетами, ставит помехи разного уровня, начиная от засветки экрана локатора и заканчивая формированием ложных целей, так называемых. Вот, скорее всего, была использована такого рода технология формирования ложных целей, когда на экранах локатора у россиян, в том числе и у самолетов, в том числе и у А-50, на экране локатора было, допустим, 20-30 ложных целей. Это формирование импульса, который дается на ститующую систему зенитно-ракетного комплекса или локатора. Формирование, которое происходит, уже проводится через систему и формирует цель на самом локаторе. Цели нет, а метка есть. А, естественно, россияне могли отработать ракетами по этим меткам, а потом, когда начали падать самолет, они могли подумать, что они отработали сами по своим же самолетам. Ну, это один из механизмов или один из таких логичных ходов россиян, если они начали говорить, что с нами спит. Друзья, слова поддержки нашим вооруженным силам, воздушным силам. Оставляйте в комментариях, нас смотрит много военных. Слова это меньше, чем мы можем их сейчас отблагодарить. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Мы, наши с вами, тема разговоров, Роман Григорьевич, уже давно вышли только за сугубо военную плоскость. Давайте косвенно поговорим и о политике тоже. В Верховной Раде депутаты впервые с начала войны недавно заблокировали трибуну и сорвали заседание парламента. Все это произошло из-за требования ряда нардепов уволить скандальную депутатку Марьяну Безуглую с должности замглавы Комитета по обороне. То есть ту самую Безуглую, которая критиковала Залужного, все эти нападки, мы помним, вбрасывала какие-то инсайды о новых правилах мобилизации. И вот, знаете, я даже сейчас не о Безуглой, Роман Григорьевич, а скорее о том, о вашем мнении, как сейчас вообще Верховная Рада взаимодействует с военными? Насколько, по вашему мнению, сейчас политики, они как бы в одной лодке с теми, кто защищает нашу страну? Ну, политики вряд ли вообще знают, что такое лодка одна. Там каждый в своей лодке плывет, и они однозначно не сядут в лодку военную. Для того, чтобы сесть в лодку к военным, надо стать военным. То есть надо пойти в бригаду, пройти профотбор через рекрутинговые центры, стать в строй. Вот это тогда, это в одной лодке. А пока каждый плывет в своей лодке. Военные плывут в своей лодке, ну а политики, каждый в своей политической лодке, или каждый в своей личной лодке. А дальше они уже там между собой как-то двигаются. Мне, конечно, сложно, так сказать, все эти политические перипетии. Ну, я их, во-первых, не отслеживаю все, нет смысла, потому что пока они что-то не делают. То есть заявление, какое-то движение, прыгание из лодки в лодку, ну это в конце концов. На этом как раз политика и построена. То есть они ерзают на одном месте, очень долго размазывают все это ровным слоем по политическому ландшафту. За этим следить нет смысла. Вот за действиями надо сказать, либо за бездействием. Вот здесь можно будет как-то проанализировать или увидеть, по крайней мере, одно или другое. Мешают политики, мешают нашему военному руководству? Ну, конечно, мешают. Это мы видим прекрасно, начиная от мобилизационных этого закона, которого просто не должно было быть. Вот его не должно было быть. Вопрос ежегодной заявки по некоторым позициям вооруженной силы Украины решался без введения мобилизационного закона. То есть он вообще не нужен. Надо было просто решить вопрос о снятии, мы это с вами говорили, снятия спецучета с МВД, со специалистов, сотни тысяч специалистов, военных специалистов, которые знают, как воевать, и не один десяток лет в руках оружия держат. Их надо было поставить просто в строй в вооруженные силы Украины. Ну, снять, естественно, брони, опять же, с госслужащих, которые получают. То есть это мотивированных людей их поставить в строй, опять же, в вооруженные силы Украины. А вот, кстати, Роман Григорьевич, извините, о броне. Вот как раз издание РБК Украина опубликовало материал, который все начали перепечатывать. Там они, значит, пообщались с рядом народных депутатов от «Слуги народа» на анонимных условиях и опубликовали их ответы. И, значит, по информации РБК Украина в новом законопроекте о мобилизации могут убрать бронь для депутатов и чиновников. И вот такая цитата есть в материале, говорит один из нардепов от «Слуги народа». У практической пользы в этом не будет никакой. Но иначе народ не поймет. Надо показать, что все равны. Конец цитаты. В целом, вот эта идея снять бронь с чиновников и депутатов, практическая цель. Вот как вы считаете, в этом есть? Практическая есть. Вот опять же, вы сейчас очень хорошо показали политические моменты, связанные с риторикой политиков и с действиями. Вот давайте действия. По политическому что угодно быть. Нет смысла их вообще в анализ брать, а не ляпать, может, что попало. А вот практические вещи, какие могут быть? Ну, первое, снятие брони, вообще снятие брони как таковой. Забыть за эту бронь и привлечь вооруженные силы Украины в госслужащих. И всех, кто получает определенные дивиденды, не дивиденды, а денежное содержание от государства. Это, во-первых, здесь не дело в народе как таковом. Это решит вопрос в двух плоскостях. Первое, пополнит вооруженные силы Украины. И второе, зачистит госслужбу и политикум зачистит от людей, которые это государство защищать не хотят. Здесь, вот, зачем далеко ходить, посмотрите на Израиль. Очень грамотно, правильно поставленная государственная служба, то есть через вооруженные силы. И, кстати, политикум в том числе. Практически все служили в армии и выполняют ту же самую задачу в госслужбе. И здесь та же картина. Снять бронь, но не для того, чтобы там прям всех и погнать. Нет, запустить определенный механизм ротации, то есть всех пропустить через вооруженные силы Украины. Все получат участника боевых действий. Не все, естественно. Вот тут как раз и весь смысл. Те, кто станет в строй и потом может вернуться на госслужбу. А те, которые в строй не станут, им нечего делать и в госслужбе в том числе. Их надо попросить на выход, так сказать. Но здесь больше все-таки второй момент, связанный со спецучетом как таковым. Нам надо сразу специалисты. Одно дело там с депутата делать военнослужащего. А второе дело уже с готового военнослужащего практически просто снять спецучет и поставить в строй. То, что надо заложному на этот год, то количество военнослужащих. Достаточно, если просто ему в штат, не в управление, как сейчас, а в штат перевести нацгвардию. Забрать его у Клименко, у Министерства внутренних дел. Забрать и перевести в штат вооруженных сил под заложного пограничников. И третье, главное, управление разведки. Забрать у Умерова и вместе с Будановым перевести в управление именно Генштабом. То есть в штат вооруженных сил Украины. И наконец-то ГУР воссоединиться с силами спецоперации. Это одно единое подразделение под управлением Генштаба. Этого хватит для выполнения задач тех, которые на этот год стоят. А на следующий год, за этот год, для следующих задач следующего года, открыть механизмы набора военнослужащих непосредственно в бригады. Вот вы посмотрите. В информационном потоке есть сотни разных видео, сотни разных стримов. И с военными в том числе, которые рассказывают одну или другую точку зрения. Как-то придерживаются там всех набора, всех поставить в строй до определенных профессионалов. А вот кто-нибудь спросил у комбрига. Вот где-нибудь в каком-то информационном потоке. Так вот, оптимально кто знает. Это командир бригады. Он знает, кто ему нужен. Ему нужен человек, которого он сам отберет или даже, я так скажу, купит, в кавычках, естественно, купит через свой центр комплектования. Или того, кто ему пришлет ТЦК или военком. Ну, тут же ж естественно. То есть, когда отсекается эта тема, связанная с мобилизацией как таковой, вообще отсекается. Она не нужна нашей армии. Нам нужна профессиональная армия. Лучшая командира бригады, никто не решит, какой профессионал какого уровня ему нужен. Так вот, комбригу надо отдать этот механизм. Он в некоторых бригадах уже работает. Он уже запущен в тройке. Ну, где-то полдесятка бригад работают через центры комплектования у себя внутри. То есть, через рекординговые центры и профкомиссии. Друзья, ваши мысли оставляйте в комментариях. Тут еще одно громкое заявление поступило от министра иностранных дел Дмитрия Кулеба на фоне месседжа из Соединенных Штатов о том, что Америка прекратила поставки оружия и военной техники Украине. То есть, денег больше нет. Пока Конгресс... Вот 19 января есть шанс, что Конгресс соберется для того, чтобы поддержать новый пакет помощи. Если этого не произойдет, то новых поставок так и не будет в ближайшее время. Все это на фоне участившихся атак с воздуха. И вот, значит, Кулеба сделал такое заявление. Говорит, даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами. Конец цитаты. Уже, я вижу, панические настроения вызвало этот цитат. И как вы думаете, это заявление все-таки для, скажем, Запада? Или таким образом готовят украинцев к тому, что этой новой военной помощи может не быть? Ну, здесь несколько посылов, я так понимаю. Первый – это вообще обозначение нашей парадигмы в этой войне. Не сдадимся никогда. То есть, будем воевать чем угодно, зубами грызть противника, но воевать будем до победы. Вот это, скорее всего, главное. Раз это политик говорит, военный бы так, конечно, не сказал по поводу лопат. Помимо лопат, есть много механизмов, как воевать с противником. И его тылу в том числе. Потому лопаты – это такое. Это недейственное средство, по крайней мере. Ну, а по поводу того, что американцы, американцы действительно до сих пор не приняли этот закон. Это, так сказать, так называемая домашняя работа, с которой они до сих пор не справились. Домашка. Вот американцы, когда справятся с домашкой, тогда мы будем их как-то видеть и как-то на них реагировать. А пока на данный момент смысл. А если они ее не сделали, ну, выполняем свои задачи, те, которые можем выполнять. Ну, мы встретили, ну, вспомните, 22-й год, 24-го февраля. Мы встретили с той армией, которая у нас была намного малочисленнее. Наверное, в несколько десятков раз у нас была меньше армия, чем сейчас. Естественно, с некоторыми моментами мы остановили россиян. Есть механизмы, как их останавливать. Как минимум остановить мы их уже сможем. И у нас есть европейские партнеры, которые, ну, мы с ними на одном континенте живем. Это ж не Америка, это где-то там за морем. У нас европейские партнеры, тем более ближайшие наши соседи, которые прекрасно понимают, что за нами будут они следующими. И то точно у нас проблем в этом смысле, ну, то есть, катастрофических проблем у нас не будет никогда в военном смысле. Мы тут однозначно победим Российскую Федерацию, как бы кто из-за океана не хотел обратного. То есть, потому, ну, просто ситуация слаживается так, что у нас только один путь, победа, разгром российской армии. И у нас один путь с Европой, то есть, это общая европейская задача. Это уже все прекрасно поняли, даже венгры и словаки. Это там есть моменты, связанные с Орбаном и с Орбанятами, но это такое. Реальные цели здесь уже понятны. Дело времени. Вот в чем проблема во времени. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Одно дело воевать там 3-5 лет, а другое дело решить вопрос за год-полтора-два. Это же две разные разницы. Так вот, за год-полтора-два это мы можем решить вместе с американцами. А 3-5 придется воевать только совместно с европейцами. Вот в этом вся разница. Ну нет никакой катастрофы как таковой, потому катастрофические эти нотки надо убирать из такого рода заявлений. Здесь вот как раз мы с вами общаемся в первый день предварительных выборов в Соединенных Штатах. В первом штате, в штате Айова, республиканцы провели предварительные выборы. И с ошеломительным отрывом победил Дональд Трамп. То есть в этом штате его именно хотят видеть кандидатом в президенты от республиканцев. И он сразу после этой победы, он вспомнил об Украине во время своего заявления и сказал так. Хорошо знаю Путина, мы прекрасно ладим. Хорошо знаю Зеленского. И мы закончим эту войну очень быстро. Конец цитаты. И вот здесь, да, мы уже не раз обсуждались с моими собеседниками на этом YouTube-канале, что означает эта победа для Трампа. Это отдельный, конечно, вопрос. Но вот те, кто сейчас защищают Украину, те, кто сейчас находятся там, в окопах, насколько, как вы думаете, смогут, допустим, принять какие-то условия, которые не отвечают вот этим заявленным границам 91-го года? Ну, Трамп, может быть, и не так его перевели. А реально он мог бы сказать только одно. Хорошо знал Зеленского и хорошо знал Путина. За время, за 4 года, пока Трамп не у власти, уже много воды утекло, много чего изменилось, потому здесь Трамп в этом смысле однозначно не прав. А то, что он как-то, ну, то есть набрал там, по-моему, 51% голосов, ну, это не ошеломительный успех, поверьте. Рядом ему на ноги наступают еще Ники Хейли и Десантис. И там еще вопрос по Ники Хейли. Если Трамп пойдет в паре с Ники Хейли, как вице-президентом, он может это предложить, то, по большому счету, для нас это неплохой вариант, вернее, один из хороших вариантов. Дело в том, что Ники Хейли довольно-таки правильно и грамотно себя позиционирует и, скорее всего, она заберет Европу в этом смысле под отношения с Америкой. А этого будет для нас достаточно. Все равно, что там будет делать Трамп, если вице-президент будет заниматься нашей войной с Россией. Тут очень быстро восстановится наш, по крайней мере, военный потенциал. А по поводу наших отношений к любому виду предложений, кроме победы, кроме разгрома российской армии, они просто не могут быть даже восприняты для анализа как такового или как-то реакции. А у нас нет никакого другого варианта. Нам надо либо разбить российскую армию, либо воевать десятки лет. Естественно, 40-миллионную армию, вернее, 40-миллионное государство никто с карты земли не сотрет. Значит, будем воевать, пока не победим. То есть у нас одна задача. А все остальные, какие бы предложения не были, кто бы кого куда не подталкивал, но это просто риторика, не более того. Сотрясание воздуха. После сотен тысяч погибших украинцев, после 20% разваленной территории, у нас вариантов других нет. Только разгром, только выход на госграницу, а дальше задача развалить Россию, Российскую империю. Пока она будет, мы будем сотни лет воевать. Поэтому тоже задача. Здесь уже придется, конечно, воевать и с американцами в этом смысле, в смысле самой задачи, выполнения задач. Потому что пока еще никто там не готов к развалу, кроме некоторых республиканцев. Там есть ястребы. Кстати, Ники Хелли это прекрасно понимает. То, что развалив Россию, только можно, как империю, можно говорить о безопасности Европы. А пока остальные американцы, особенно Байден, к этому относятся довольно-таки холодно. Ну, посмотрим, у нас одна основная задача есть. И отношения, никакие другие варианты просто не проговариваются. Я больше скажу, если кто-то даже из политиков начнет это сейчас проговаривать, он может просто лишиться жизни. Причем реально лишиться жизни, потому что люди, которые сейчас уже в 10-й год воюют, в 10-й год люди воюют, не поймут просто даже самой риторики. Потому политикам большой, так сказать, совет, эту тему даже не поднимайте. Плохо закончится, и не так, как выскочили в свое время 27 марта 2022 года наши троицы, это святая Арахамия, Умеров и Резников, когда сдавали Украину, Крым, Донбасс, все что-то прекрасно помнят, может такого уже не произойти. Сейчас уже все совсем по-другому. Тогда еще не было сотен тысяч погибших, не было обстрелянной полностью разрушенной части Украины. Потому лучше, даже если эти мысли у кого-то, у политиков есть, вы их лучше не высказывайте в эфир. Плохо закончится. Это как раз я хочу их обезопасить, их жизни от определенных действий. Друзья, если вы согласны, поставьте лайк этому видео, пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор. Но пишите ваши мысли, будем разбирать ваши ответы в последующих комментариях. Давайте вернемся непосредственно к войне, но только та, которая идет уже на территории Российской Федерации. Участились атаки по российским городам. Белгород, Курск. Теперь вот полтора десятка взрывов ночью прозвучало в Воронеже. Оккупанты ввели там чрезвычайное положение. Значит, как пишут российские СМИ, целью беспилотников мог быть военный аэродром Балтимор. Российская пропагандистка Симоньян даже после этих взрывов, видимо, не выдержала. Написала комментарий такой, говорит, а вот теперь третья мировая. Конец цитаты. Ну, ладно, Симоньян так Симоньян, другое дело скорее о целях. Да, мы видим серию атак по российским городам. Можем ли какую-то динамику отследить? Какую стратегию сейчас? Ну, давайте, если силы обороны не признают свою причастность к ряду, давайте выбрали силы обороны и дружественные к Украине силы. Дело в том, что основная проблема для нас сейчас по линии фронта – это авиация. Вот кто бы что ни говорил. Авиация российская, которая наносит довольно-таки серьезное боевое поражение, пытается, по крайней мере, нанести. В воздухе пока мы до них добраться не можем, пока не подойдут и в 16-е. То есть они отрабатывают по линии фронта и КАБами, то есть корректированными авиабомбами, и штурмовики, и бомбардировщики на предельно малых. Вертолеты подходят, тоже работают по линии фронта. Мы это еще пока купировать полностью не можем в воздухе. Еще раз повторюсь, недостаточная, во-первых, плотность ПВО у нас. Ну, и нет самолетов, которые могли бы держать на достаточном расстоянии российские самолеты. Потому уничтожать их можно на земле, на аэродромах. И аэродромы – это одна из основных целей сейчас наших. Как и те же корабли Черноморского флота, вот аэродромы – работать по самолетам на земле. Дело в том, что легко достать их, а тем более они летают с дальности где-то под 300 километров. Это примерно там, ну, пусть 30 минут подлетного времени. 200-300 километров, где-то 30 минут подлетного времени. Вот с Воронежских аэродромов российские Су-25, Су-24, Су-34 работают как раз по Купинскому направлению. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Потому как обезопасить наших ребят на земле? Постараться уничтожить вертолеты на аэродромах, на стоянках. Этим и занялись наши вооруженные силы. То есть то, что мы видим, работа, это как раз работа вооруженных сил. Здесь вопрос к россиянам. Дело в том, что они все аэродромы выбирают. Очень интересно. Используют в военном смысле те аэродромы, которые прикрываются городами. То есть вот в Белгороде аэродром от Украины называется. То есть севернее Белгорода. И для того, чтобы работать по этому аэродрому, нашим средствам поражения приходится проходить над Белгородом. Россияне пытаются сбить, естественно, и те летательные аппараты, которые сбивают и противоракеты, падают на Белгород. Это касается и Воронежа, Орла, и до Москвы. То есть по большому счету до где-то 500-600 километров. Примерно все аэродромы, они прикрываются городами. Россияне, российские военные прикрываются городами, мирным населением, понимая, что они могут использовать такой механизм, когда мы начнем бить по этим аэродрому, как в режиме такого распятого мальчика. Там белгородского, рязанского сахара, как угодно это можно придумать. И они это используют. То есть они показывают, допустим, уничтожение некоторых наших средств поражения над своими городами. То есть они специально сбивают над своими городами, чтобы потом показать картинку в информационном потоке, что мы атакуем город. Зачем нам его атаковать, если самолеты за городом стоят? Как нам лучше самолеты уничтожить? То есть это логика ведения боевых действий, ну и логика симоньянская российской пропаганды. Вот, Роман Григорьевич, я уже обсуждаю ситуацию, которая произошла в Белгороде. Четверть сотни погибших, трупов, в том числе среди гражданского населения. И вот вы сказали мне такой интересный тезис, что, мол, Россия рано или поздно может пойти на какие-то действия, как в 99-м. Тогда взрывали многоэтажки для того, чтобы оправдать войну против Ичкерии. Теперь вот, значит, могут под шумок наносить удары по собственным городам для того, чтобы иметь больше аргументов, чтобы ограничить поставки вооружения Украине. Ну, смотрите, вот, значит, у них вот есть такие, например, средства поражения, они уже бьют по-гражданским, а вот вы хотите им еще более дальнобойное, более смертоносное оружие предоставить. В целом такой сценарий может быть? – Однозначно он и проводится. Почему и сбивают, во-первых, наши ракеты. Наши средства поражения точно идут по аэродромам. Здесь надо это понимать. И то, что они сами могут по одному беспилотнику отправить десяток ракет, они все десять вместе с беспилотником упадут на горы. А дальше можно в любом ключе это подавать в информационном потоке. Я как раз об этом же и говорил, про Симоньянщину. То есть они будут это подавать, это и есть тот рязанский сахар. Правильно вы подняли эту тему. Тогда они взорвали несколько домов. И только в Рязани, когда граждане тормознули этих ФСБшников с мешками, со взрывчаткой, рассказали, что это был сахар, проверяли. Патрушев тогда их вытаскивал. И повесили все на чеченцев. Естественно, на кого же раз надо было на кого-то повесить, это надо было запускать, во-первых, Путина на орбиту власти, ну и начать чеченскую войну очередную. То есть это ФСБ решает, КГБ, вернее, российская, это все решает именно в таком ключе. И это решается сейчас. И будут они решать. Но нам уже на это обращать внимание нельзя. Почему? Потому что мы потеряли тысячи харьковчан, жизни десятки тысяч украинцев. Как раз от такой политики, политики соплюжуйства, я как это говорю, а так оно и есть. Не сейчас надо было начинать, а надо два года назад начинать было сразу уничтожать российские военные объекты. А уже как там сложится, это уже проблема российских властей. То есть как они прикрываются мирным населением, городами и так далее и тому подобное. Что же мы будем думать за россиян, а не за наших харьковчан? Надо же давно это было делать. Потому хорошо хоть сейчас, лучше позже, чем никогда. Тут же еще в России много шума наделало заявление спикера воздушных сил Украины Юрия Игната. Он там, когда комментировал массированные ракетные атаки, он просто объяснял, что он говорит, ну нет у нас возможности сбить все там, например, ракеты С-300. Поэтому просто необходимо бить по местам их запуска. И вот военный преступник Медведев тогда отреагировал, говорит, что значит если Украина будет наносить удары по пусковым ракетным установкам на территории России, то Россия будет иметь полное право нанести по Украине ядерный удар. Он там ссылается на какие-то документы, как я понимаю, какой-то военной доктрины или что-то около того. Однако, да, мы понимаем, что эти ракетные установки, из них как раз вот и обстреливаются и Харьков в том числе, и другие мирные кварталы. Мы уже вроде как подвергали атакам их на территории Российской Федерации. В целом, скажем так, почему этот процесс не системный? Почему мы видим мало информации об этом? Хотя у Украины есть ресурсы, как я понимаю, собственного производства для того, чтобы атаковать именно вот ракетные системы, например, С-300, которые стоят неподалеку границы со стороны России? Ну, пока это вот в течение двух лет такие комариные укусы больше похожи на, это называется так, на сленге российском, на отвали. Возникает вопрос, почему не бьем, но запустили несколько волны, забыли опять дальше. Когда последняя волна была на Москве? Полгода назад, если не больше. Вопрос, почему? Почему? То есть обозначились какой-то действием и потерялись. Почему? Непонятно. То есть это вопрос как раз к военно-политическому руководству. Не только к военному, не только к политическому. Ну вот помните, что главнокомандующий Валерий Залужный говорил, что мы, мол, не будем ни у кого спрашивать, чем бить по России, если речь идет об украинском производстве вооружения. Но у нас же есть средства для того, чтобы чаще атаковать и более, ну, как бы, да, вот и места пуска ракет. И вот по Москве вы правильно говорите. Нет, ну так вот как раз этот вопрос, а если, да, мы слышим, там, миллион закупленных дронов в 2024 году, так это до 3000 в сутки. Вот разделите миллион на 365 дней, получите там 2000, под 3000 дронов в сутки. Где это? Вот сегодня там какое-то число, допустим, середина января. Уже сколько должно быть дронов в России? То есть это заявление пока из области фантастики, насколько я понимаю, только не понимаю, зачем это их тогда делать. Или сколько уже там Федоров и Укроборонпром, Министерство обороны, ну, они уже сидят как минимум по полгода, уже сколько раз по 100 дней прошло. Где дроны? А где дроны, которые идут на Россию? Ну, вот отправили там 10, 15, 20. Но это, скорее всего, дроны, произведенные на базах наших спецслужб ГУРа и Служб безопасности. Вот они как-то вытаскивают эту тему. Но это их дроны, они у себя их производят. Где Укроборонпромовские, где Федоровские дроны? То есть и вопрос, выделены деньги и куда они пошли? И выделены ли, а если этого всего нет, то зачем об этом говорить в закупленных там миллионах дронов? Пока это вызывает такое раздражение, по крайней мере, с точки зрения политических заявлений, лучше бы они их не делали. Вот напоследок, Роман Григорьевич, вы Михаила Федорова, да, министра цифровой трансформации, вспомнили. Он же буквально на медне обратился к украинцам, говорит, друзья, давайте все дома будем собирать беспилотники. Каждый дома у себя в квартире с паяльником. Ну, я открыл эту ссылку, которую отправляло министерство. Там есть таблица, где расписано, какие необходимы, значит, элементы для того, чтобы собрать в домашних условиях вот этот дрон. Они предлагают экскурсию, инструкцию, прошу прощения, там 7 уроков. И, значит, каждый сможет. Ну, я решил посмотреть. Значит, украинцам предлагается из собственного кармана один такой вот дрон, который предлагают они сделать, стоит 15 тысяч гривен. Это только при условии, если у вас есть еще оборудование. Для того, чтобы там всякие там вот эти паяльники и все необходимое. Это тоже где-то еще там долларов 200-250. И вот здесь, когда такое предлагается, с одной стороны, да, идея вроде благая. Но, с другой стороны, я уже вижу огромное количество заявлений, которые, ну, считают такие заявления тоже определенным цинизмом. Да, то есть вы сейчас предлагаете украинцам дома по 15 тысяч гривен эти дроны собирать, хотя сами вроде как хвастались вот этим роем дронов. Ну, это его уже надо пора, ему уже давным-давно в отставку этому человеку, я не знаю. Он так далек от тематики военной, ну, очень далек. Он, может быть, хороший специалист в IT-области. Но это когда дворник не должен заниматься, допустим, хирургической операцией. Он должен мести улицы. Та же самая картина Федорову. Федорову, я не знаю этого человека. Давайте так, не к личности вопрос, а вообще к действиям как таковым. В первые месяцы, максимум в первый год любого широкомасштабного наступления все должны становиться на защиту рубежей и становиться в строй, включать все механизмы обороны. Пока государство, для этого у государства есть где-то, ну, до года времени. Пока государство полностью не перестроится на военные рельсы. Ну, так уже это третий год скоро пойдет. Вот, да, до февраль и пойдет третий год. Это сколько государству надо времени, чтобы оно на военные рельсы перешло? И сколько оно еще будет предлагать гражданам выдаивать некоторые моменты? Ну, это же выдаивание называется. А зачем тогда вообще Федоров там стоит? А зачем Умеров там стоит в Министерстве обороны? И для чего им вообще деньги выделяются? Чтобы что? Чтобы рассказать, как паять дома дрон. Значит, люди вообще далеки, полностью далеки от производства, даже от производства такового. Поставьте любого руководителя, любого металлургического предприятия на выполнение этой задачи. Он вам разложит и запустит производство, ну, тысяч дронов конкретно. Это когда запускается, надо производственника ставить на эту задачу, а не Федорова, не Умерова, вообще непонятных людей, которые даже не понимают, что такое производственный процесс как таковой, тем более в масштабах, в серийных масштабах. То есть это предложение, ну, это и просто не запоздало. Это уже от человека, не буду в эфир, вы понимаете, чем я хочу сказать, просто уже, чтобы не оскорблять личность как таковую. На личность не хочу в этом смысле переходить. Ну, это люди не на своем месте, которые предлагают такие вещи. Уже давным-давно запустили серийное производство. Ну, у нас от политиков, ну, проблемы же большие у военных, вы же это прекрасно понимаете. То есть политики, которые абсолютно к военному делу никакого отношения не имеют, влазят в военные процессы, мешают некоторым моментам, даже контактам военным мешают. Даже контактам. Вот заложенный 17-го числа должен быть на заседании начальников штабов НАТО. Вот посмотрим, будет он или нет. И влезли политики в это дело или не влезли. Вот пустят его на это заседание или нет. Потому что уже информация пошла, что не пускают политики генерала на заседание генералов, на заседание начальников штабов. Но это посмотрим за самими действиями, потому что в информационном потоке эта уже информация появилась. И вопрос, опять же, ее генерации. То есть раз эта тема появляется, значит опять политики где-то вмешиваются в военные процессы. Не хотят военные в своем кругу видеть политиков. Даже иногда не приглашают министров обороны гражданских. Только для того, что он рядом будет сидеть дундук-дундуком, кивать головой и там фотки себе в портфолио потом ложить. Ну то есть моменты совсем другие. Потому есть такой серьезный негатив к непрофессионалам. Вот люди, если не профессионалы, нет базового профессионального образования, Вот они тогда предлагают вот такие вопросы, связанные. А давайте на коленях сделаем дрон. Может чем-то поможем армии. Ну в таком режиме. Это не так вопросы решаются. Если они не решаются по-нормальному, значит надо ставить людей, которые разбираются. Производственников и вегенных. Тогда будет вопрос решаться. Спасибо за искренность, Роман Григорьевич, и за трезвый анализ. Полковник Роман Светан сегодня к нам присоединялся. Друзья, если вам понравилось, я уверен, это так. Лайк этой беседе поставьте, друзья. И подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, а Леса Ватсман в гостях у Гордона. До новых встреч. Роман Григорьевич, благодарю еще раз. До свидания. Продолжение следует...